добрый день дорогие друзья ассалам алейкум всем вы на канале вкусная еда с хадиджей сегодня у нас восхитительная грузинская кухня мы будем с вами готовить менгрельские и аджарские хачапури у каждой хозяйки в грузии есть свой рецепт хачапури а я с вами хочу поделиться щедро именно этим рецептом я всем желаю удачи на кухне начинаем приготовление теста миску выливаем 400 миллилитров молока комнатной температуры или это два стакана получается и один стакан горячей воды температура должна где-то 30 градусов добавляем одну столовую ложку сахарного песка немножко помешаем и добавляем также дрожжей 10 грамм сухих дрожжей если берем свежие прессованные то в три раза больше то есть 30 грамм помешаем и дадим дрожжам активироваться накрываем крышечкой 10 минут пусть постоят 10 минут прошло посмотрите какая шапочка образовалась великолепно активировались дрожжи и сейчас мы сюда добавляем все по порядку соли 1 столовую ложечку добавляем 80 грамм растительного масла без запаха я добавляю кукурузное и также добавляем одно яйцо и желток и белок вместе и потихонечку добавляем муку всю сразу не добавляем мука у меня высшего сорта пшеничная здесь у меня один килограмм муки я добавляю постепенно мука в принципе уйдет вся но замешиваю постепенно 30 грамм размягченного сливочного масла добавляем в конце и до однородного состояния замешиваем наше тесто готово посмотрите она немножко прилипает к рукам вот такое оно и должно быть накрываем крышечкой и ставим на полчаса на расстойку и так готовим начинку я подготовила сулугуни 500 грамм и 400 грамм дагестанского малосольного сыра все натерла на терочке крупной сливочного масла 30 грамм и одно яйцо и сейчас будем все вместе соединять а в принципе классика жанра это конечно же и меретинский сыр и сулугуни но я адаптирована сейчас делаю так как я живу в дагестане поэтому будем использовать дагестанский малосольный сыр добавляем все сюда масло сливочное яйцо и вот так аккуратненько вымешиваем сохраняя пористость и так время вышло 30 минут и посмотрите какое у нас тесто как облачко выпускаем углекислый газ обминаем тесто хорошенько подкатываем его в шар посмотреть какие пузыри это говорит о том что тесто просто великолепное и конечно же его сейчас будем разделывать мы будем сегодня готовить 2 менгрельских хачапури и 2 аджарских я подпыляю мукой доску и сейчас много муки не обязательно по чуть-чуть чтобы тесто не прилипало к рукам видите какое оно нежное прям играет в руках и сейчас я буду делить на менгрельские хачапури они готовятся легко и быстро заморочек с ними нет я возьму на каждой хачапури по 400 грамм и начинки 500 550 грамм начинки должно быть больше чем тесто и для аджарских хачапури буду брать 200 грамм теста и 250 грамм 250 может быть 280 грамм начинки и вот так подкатываем готовим наши шарики как я уже сказала я буду готовить 2 менгрельских и 2 аджарских тесто я готовлю впрок остаток теста я убираю в морозилку когда мне нужно будет я его разморожу и где-то часик дам тесто отдохнуть и могу формировать опять хачапури любые пироги не сладкие просто прелесть не очень нравится всегда готовлю это тесто впрок она универсальная а сейчас нашим шариком даем отдохнуть под пленочку 10 минут тем временем я сейчас сформирую шарики из сыра большие такие крупные шарики подготовлю вот такие получаются они симпатичные ну что наше тесто подошло и как раз сейчас начнем формировать наши хачапури откладываю для аджарского хачапури стороночку обминаю выпускаю углекислый газ чтобы тесто не кисло и сейчас будем готовить менгрельские хачапури вот тоже подкатываю и начинаю подпыляю сейчас мукой немножко и начинаем разминать тесто посмотрите оно липнет немножко к рукам пусть это вас не смущает немножко вот так пальчиками распределяем не слишком тонко и выкладываем сверху начинку начинка еще раз напоминаю должна быть больше чем тесто вот обратите внимание как я это делаю собираем вот так в узелочек и надо постараться чтобы воздух внутри не оставался и узелочек собираю чтобы много теста не было наверху вот вы будете чувствовать все отлично аккуратно переворачиваем подпыляем мукой чтобы не прилипало и вот аккуратненько выкладываем узелком вниз и сейчас тоже минутки две дадим тесту постоять привыкнуть к начинке начинку даже рукой вот она хорошо прощупывается нам нужно чтобы распределилась начинка равномерно по поверхности поэтому вот так вот подкатываем тесто аккуратно формируем руками и дадим минутки две постоять и далее будем уже разделывать итак второй у нас хачапури тоже готов тоже дадим ему две минутки отдохнуть а сейчас возвращаемся к первому хачапури его уже будем разделывать и выпекать духовочку я уже включила на 190 200 градусов до того момента как мы начнем выпекать хачапури нам нужно 10-15 минут хорошенечко разогреть духовку и теперь посмотрите как я руками помогаю распределяю начинку чтобы она равномерно разошлась вот внутри хачапури это очень важно вот так аккуратненько подпыляем мукой и скалочкой равномерно распределяем начинку и по краям на периферии и по центру и так у нас уже практически заключительные этапы вот мы подкатываем все хорошенечко сейчас делаем переложим уже его на процвень процвень я выстелила пергаментной бумагой и сейчас перекладываем аккуратно тесто очень нежное вот так берем и перекладываем и сделаем обязательно внутри дырочку в серединочке вернее в серединке сделаем дырочку если вы хотите чтобы у вас хачапури получился красочный можно желтком сверху смазать я не буду смазывать мне нравится так вот либо можете сделать надрезики сверху вот так я сделала дырочку достаточно и сверху обязательно где-то грамм 80 присыпаем сыром и отправляем в духовку выпекаться должен наш хачапури при температуре 200-210 градусов 8-10 минут смотрите по вашей духовке не больше то есть плавится дольше он не должен если вы хотите чтобы качество хачапури было отличное отменное 8-10 минут пока у нас первых хачапури выпекается мы подготавливаем второй все очень быстро происходит только успевай а сейчас готовим аджарский хачапури раскатываем эллипсообразно выкладываем все все буду показывать как я готовлю самым простейшим образом удобным даже новичок справиться с этим вариантом выкладываю начинку сырную посмотрите вот у меня специально в емкость положила чтобы удобно было выкладывать распределяем хорошенько по всей поверхности особенно там где у нас будут ушки тоже заполняем чтобы сыр был везде вот так лодочку замыкаем вот как если бы пирожки готовили вот так склеиваем хорошенечко формируем вот такую лодочку и сейчас нужно нам ее перевернуть обязательно подпылить доску и перевернуть сформировали вот такую красивую лодочку перекладываем на противень пергаментной бумагой выстилен вот так хорошенечко мы формируем ушки нужно как бы отделить из серединочку вот так делаем надрез не до конца ушки сохраняем вот так делаем надрезик да я все время подправляю но мы еще в конце конечно же подправим и сейчас мы начинаем тесто подкатывать вот так обратите внимание отодвигать вместе с сыром обязательно должно быть вот валик образоваться валик и он должен быть внутри с сыром вот тогда это настоящий грузинский хачапури вот так посмотрите как красиво получается все очень легко и надо чтобы конечно было все симметрично и посмотрите хачапури уже вырисовывается вот так красивенько он такой кругленький и удлиненные ушки посмотрите какая у нас красивая лодочка отправляемся в кулинарное плавание вот так я тоже подравниваю чтобы красивые были края аккуратно много сыра должно быть и в ушках и в краешках и конечно же сейчас мы тоже выкладываем много сыра грузинские хачапури вот это символ грузинской кулинарии поэтому много должно быть сыра это очень важно и так когда мы наносим сыр обязательно чтобы сыр сыр тоже немножко вот на наши бортики попал он очень красивый рисунок даст нашему хачапури это очень важно вот такая красота выпекаем при такой же температуре 200 градусов тоже где-то минут 8-10 смотрите по вашей духовке итак наш менгрельский хачапури готов какой неимоверный запах стоит на кухне божественный посмотрите какой он мягкий нежный прям играет в руках нарезаю его пиццерезкой меня всегда завораживает этот момент какой же он получился внутри я режу его на 4 кусочка а можно его нарезать и на 6 кусочков тоже будет классно и вот сейчас посмотрите какой он у нас как я люблю этот сырный водопад посмотрите как это красиво поэтика красота он очень нежный и мягкий потрясающий и так мы достаем хачапури она у нас уже практически готова и отправляем сюда один желток можно и яйцо а я отправляю желток мне нравится когда один желток на серединочку это классический такой вариант и выпекаем как выпекаем и предыдущие духовку 5 минут не больше наш хачапури готов посмотрите какой он замечательный какой он красивый и сейчас мы буквально маленький треугольничек сливочного масла закладываем сюда заключительный такой аккорд кульминации будем сейчас пробовать итак дорогие друзья если вам понравилось мое видео ставьте лайк поддержите нас лайком делитесь моим видео со своими друзьями и близкими подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик справа чтобы не пропускать новые видео и так я вам желаю всего самого хорошего здоровья и до встречи на канале вкусно еда с хадиджей пока пока